Пятого июля отмечают день образования Калужской области. Официальным праздником этот день стал в 2014 году. И сегодня мы познакомимся с историей формирования территории нынешней Калужской области и историей возникновения ее символов. Территория современной Калужской области в разные исторические периоды являлась частью разных государств, губерний, властей, границы которых многократно подвергались изменениям. Каждый исторический период вносил свои коррективы в установление территориальных границ. Этому способствовало и географическое положение названных земель, которое часто оказывалось пограничным окраинным. В 9 веке территория Калужской области, по мнению многих историков, была населена славянскими племенами вятичей. Среди них у рек Протва и Угра жило литовское племя Голить, были и поселения угрофинских племен. Постепенно с появлением феодальных хозяйств на территории нынешней Калужской земли или рядом с ее границами начинают появляться города, центры торговли, ремесла и одновременно оборонительные крепости от внешних врагов. На протяжении 11-13 веков территория современной Калужской области входила в состав Черниговского княжества. Именно через Черниговские земли по рекам Десна и Сош проходил главный торговый путь из Киева в северо-восточную Русь. Поэтому здесь и рано возникли города со значительным ремесленным населением. В 11-12 веках Черниговское княжество было одной из самых богатых и политически значимых областей Руси. Калужская земля славна древностью своих городов. В летописях уже в 1146 году упоминается впервые самый древний город нашего края – Козельск. О Калуге в источниках упоминается впервые в 1371 году в письме великого литовского князя Ольгерда с жалобой Константинопольскому патриарху Филофию на митрополита Киевского и Руси Алексия и воевод великого князя Владимира Суздальского, будущего Донского. Калуга входила в состав береговой охраны Московского княжества от набегов монголо-татар по рекам Акаи-Угра. В XIII веке после татаро-монгольского нашествия, когда в 1238 году армия хана Батыя прошлась смертоносным вихрем по описываемым территориям, оставив после себя опустошенные поселения, Черниговское княжество распалось на множество уделов. От полного разорения калужские земли спасло их географическое расположение, вдали от тех княжеств, которым проявлялся интерес ордынских правителей. В XIV веке некоторые из калужских земель находятся под властью Москвы. Однако начавшиеся с Симеона Гордого столкновения московских князей с Литвою отдали почти весь край литовцу. Всю южную часть от Калуги до Брянска и северную Украину занимали поляки и литовцы, а граница между Москвой и Литвой шла по рекам Аке и Угре. Лишь с 1408 года начинается постепенное возвращение калужских земель. Особенно активно оно идет при князе Иване III. По миру 1494 года окончательно возвращаются города Перемышль, Таруса, Аболенск, Воротынск, Сиренск. Мир с Литвою 1503 года возвращает Москве Серпийск, Масальск и Апаков. С Литвою остается только незначительная часть западных калужских земель. Княжение Ивана III является памятным и важным в истории калужской земли. При нем в пределах нынешней калужской губернии совершилось освобождение русской земли от татарского ига и превращение Москвы в суверенное государство. Таким образом, нынешние калужские земли вошли в состав московского княжества. Несмотря на безуспешность ордынских нападений, жизнь в регионе по-прежнему была неспокойной, так как новой угрозой стали крымские татары. Делия II продолжала беспокоить неожиданными атаками. Для защиты от набегов были устроены засечные черты, состоявшие из лесных завалов, валов, рвов, чистоколов, опорных пунктов. На калужской земле разместились лихвенская засечная черта из семи засечных ворот и козельская из четырех, являвшихся частью так называемой большой засечной черты. Расположенные в пределах засечной черты города Козельск, Перемышль, Мещовск, Масальск, Таруса, Кременец были превращены в крепости. В центре, как форпост, выделялась Калуга, в которой постоянно находился передовой полк русских войск, а второй сходился полк правой руки. Большое значение Калуге, как крепости, придавал Иван IV, который неоднократно приезжал в город для руководства обороны. Меру по укреплению засечной черты предпринял и Борис Годунов. До XVII века были возведены каменные стены и башни по фнути в Боровского монастыря. Военный статус городов Калужского края и их расположение на пути, ведущем с юга страны к Москве, во многом определили особую судьбу этой территории в начале XVII века, в период Смутного времени. Калужский край стал ареной многих знаменательных и трагических событий. Окончание Смутного времени застало Калужский край в разрухе и упадке. Однако в последовавшие потом в мирные годы он начинает восстанавливаться и разрастаться. Воссоединение Украины с Россией и последовавшее затем перемещение границы на юг в 1654 году также благотворно влияют на дальнейшее развитие всего Калужского края, поскольку Калуга становится посредницей в торговле между Россией и Украиной. В это время страна территориально делилась приблизительно на 250 уездов. В 1708 году ломке было подвергнуто все областное управление. Указ Петра I извещал о необходимости учинить в стране 8 губерний. По указу Петра I 1708 года Калужские города Калуга, Таруса, Малоярославец, Медень, Боровск были включены в состав Московской губернии, а города Серпейск, Масальск, Мещовск, Козельск, Лихвин, Перемышлево-Ратынск в состав Смоленской губернии. С 1719 года губернии делятся на провинции и учреждается Калужская провинция, входящая в состав Московской губернии. То есть наш край получает свой первый официальный административно-территориальный статус. Новый этап в истории Калужского края начался после посещения Калуги императрицы Екатерины II. 15 декабря 1775 года императрица выехала в Калугу, где была встречена администрация города и ликующими подданными. 7 ноября 1775 года Екатерина II подписала учреждение для управления губернией Всероссийской империи. Важнейший законодательный акт реформы местного управления, заложивший основу административно-территориального управления России на длительный полуторавековой период имперского развития. Основные положения этого документа действовали в России вплоть до 1917 года. 24 августа 1776 года последовал именной указ Екатерины II об учреждении Калужского наместничества в составе 12 уездов. Первым Калужским наместником Екатерина II назначила Тверского губернатора Михаила Никитича Кречетникова. 10 марта 1777 года города Калужского наместничества получили гербы, созданные под руководством князя Михаила Михайловича Щербатова, русского историографа, сенатора, автора труда «История российская от древнейших времен». Перед нами герб Калуги. В глубом поле щита горизонтально извивается серебряный переклад с короной наверху. Переклад означает реку Аку, а корона – преимущество города, в которое он возведен учреждением воном наместничестве. Для Калужского наместничества, а потом и для Калужской губернии, до 1878 года использовался герб города Калуги. В 1782 году межевая экспедиция под руководством генерал-прокурора князя Вяземского разработала и издала в Санкт-Петербурге образцовый атлас Калужского наместничества, который стал эталоном для подобных изданий во всех российских губерниях. В 1785 году было издано топографическое описание Калужского наместничества, давшее экономико-географическое описание Калужской территории. Учреждение в царствовании Екатерины II Калужского наместничества положило начало развитию Калужского края как самостоятельной административно-территориальной единицы в составе Российской империи. При императоре Павле I в 1796 году вместо Калужского наместничества была образована Калужская губерния. Герб Калужской губернии был высочайше утвержден императором Александром II 5 июля 1878 года. Он представлял собой зеленый щит с серебряным волнообразным поясом, увенчанным императорской короной. Щит был увенчан второй короной большего размера, символизирующей статус губернии и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентой. Зеленый цвет обозначал покой, изобилие, плодородие, свободу и радость. Сребряный пояс говорил о географическом расположении области возле реки Аки. Малая императорская корона обозначала то, что Калуга являлась губернским городом. Большая корона олицетворяла статус губернии. Андреевская лента указывала на то, что в Калужской губернии временно пребывали царствующие особы. А дубовые листья, согласно геральдическим традициям, помещались в гербал губернии. Они символизировали силу, могущество, прочность, борьбу и победу. Герб этот использовался до революции 1917 года. С 1918 года Калужская губерния вошла в состав вновь образованной РСФСР. А в феврале 1918 года на территории Калужской губернии была провозглашена Калужская Советская Республика со столицей в городе Калуги, которая просуществовала непродолжительное время по июль 1918 года. В 1929 году Калужская губерния была упразднена. Часть ее уездов вошли в центрально-промышленную область, часть в западную. И тем самым самобытная территория Калужской губернии, сложившаяся за два века, была разорвана между двумя областями. Поэтому, когда мы говорим о битвах Великой Отечественной войны, которые велись на территории нашего края, мы употребляем термин «битва за Москву». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 года была образована Калужская область. Сейчас в территорию Калужской области входят 24 района и два города областного значения Обнинск и Калуга. 30 мая 2000 года герб Калуги был утвержден постановлением Городской думы. Мы видим два варианта. Полный вариант дополнил внизу красной лентой с надписью «Родина космонавтики» и изображением искусственного спутника Земли. В январе 2001 года Геральдический Совет при Президенте России утвердил флаг Калуги. Геральдическое описание флага таково. Две трети полотнища занимает изображение исторического герба города Калуги, одну треть – вертикальная полоса красного цвета с изображением спутника. В верхней части флага находится императорская корона времен Екатерины Великой. Таким образом, во флаге города отображена историческая преемственность от XVIII к XXI веку. 27 марта 1996 года был принят устав области, в котором было закреплено право Калужской области на собственные гербы флаг. В 1996 году законодательное собрание утвердило герб Калужской области. За основу был взят исторический герб Калужской губернии. В 2004 году был утвержден флаг Калужской области. Прямоугольное полотнище из трех горизонтальных полос. Равновеликих верхних и нижних полос красного и зеленого цвета и средний – белого цвета. В центре красной полосы полотнища размещалось изображение золотой императорской короны. Красный цвет олицетворял мужество, готовность защищать Россию до последней капли крови. Зеленый символизировал надежду на обновление, богатые природные ресурсы, белый цвет означал чистоту помыслов. Гимн Калужской области был утвержден 23 мая 2013 года законодательным собранием. Его авторами стали член Союза композиторов России Александр Типаков и калужская поэтесса Мария Улыбышева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова